На мюнхенских дебатах с Алиевым премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости микрореволюции в Арцахском урегулировании и прорыве, отметив, что положил начало этому процессу. Алиев не считает микрореволюции необходимостью. Медиа экспертное пространство Азербайджана воодушевленно цитирует армянских коллег, которые после Мюнхена анонсировали победу Алиева. После скандальных парламентских выборов для азербайджанского президента, по сути, очень важна была победа, и на помощь ему поспешили армянские эксперты. Стало ли это ответом на помощь Алиева, которую он оказал им в виде заявлений о политическом преследовании представителей прежней власти? После московского визита первого вице-президента Азербайджана Мехребана Алиевой, который она совершила до распуска парламента и объявления досрочных выборов, и в ходе которого удостоилась аудиенции Путина, межклоновая борьба в Азербайджане вступила в решающую фазу. На мюнхенских дебатах присутствовало и Мехребана Алиева. И хотя камеры фиксировали в зале в основном ухмыляющегося Мамедьярова, холодный профиль Алиевой тоже сложно было скрыть из кадра. Микрореволюции развернулись сейчас в Азербайджане, в присущем этой стране стиле. Скажем, подобная микрореволюции в Армении произошла в 1998 году, когда в ключевой для арцахской проблемы момент Ливон Тер Петросян подал в отставку, уступив власть другой ветви власти. Алиев, судя по всему, не хочет уходить или пытается устоять до конца. Или его не отпускает клан. Мюнхенские дебаты, по сути, были очередной попыткой, потому что ключевой в микрореволюциях в Азербайджане является дилемма победы и поражения. Потерпевшего поражения Алиева и клан убеждают уйти, но клан пытается прикрыться победой. Армения в этом вопросе имеет важную миссию – оставить Алиева или с помощью микрореволюции осуществить прорыв и устранить его. После Мюнхена в Азербайджане сложилась двоякая ситуация. Усугубление этой ситуации зависит от того, сможет ли Армения сыграть виртуозную игру, даже в условиях выяснения отношений внутри страны.